Непростая игра и приятно, конечно, побеждать. Еще вдвойне приятнее побеждать на своем стадионе при своих болельщиках. Опять же, хочу отметить эту особенную атмосферу, которая создается людьми, которые приходят на футбол здесь в Гомеле. Поэтому приятно, что мы и сами удовольствия получили от результата, и порадовали тех людей, которые пришли на стадион сегодня поболеть за нас и передать свои положительные флюиды, для того, чтобы все это было в копилочку и для общего успеха. Спасибо вам всем. В плотном графике сейчас идете, но справляетесь? За счет чего? За счет восстановления и подготовки к следующему сопернику. Также есть моменты ротации, поэтому все вместе. Сегодня появился старт в составе Ануфиев. Хочется Ваше мнение узнать о его игре. Потому что перед этим не так много было у него мнение. Опять же, учитывая плотный график и ротацию футболистов, доверили ему сегодня с первых минут, потому что, повторюсь, нету запасных, основных. Тут все одинаковые, на всех мы рассчитываем, и все работают на общий результат. На замене остались люди, которые могли бы по ходу матча выйти и усилить игру, не теряя темпа, не теряя в качестве. На это тоже мы рассчитывали, об этом думали. В принципе, так и получилось. Действительно, что, наверное, во втором тайме, в момент психологии прижались, хотели сохранить результат. Поэтому больше мечом владела Торпеда Жудина. Хорошо, что закончилось так, как закончилось. Это установка тренерского штаба? От любыми судьбами, говорится, любым способом сохранить счет? Нет. Нет? Нет, конечно. Или физик, которой не хватило нас одинать? Я уже ответил на этот вопрос, эта психология. Очень хотелось сохранить победный счет и порадовать болельщиков. Но надо учитывать, что Торпеда Жудина очень качественная команда. Там и лимитчики, которые уже имеют опыт выступления выше вики не один год. И достаточно опытные ребята, которые на своем веку в футбольном повидали очень много. И довольно квалифицированные футболисты. Тоже мы все учитывали. И не надо это сбрасывать со счетов. Потому что очень серьезная команда. И очень серьезно мы к ним готовились. Можно я еще один вопрос? Возьми, скажите, начало было таким сложным. Было отрезок, по-моему, там, пять матчей без побед. Вот сейчас и рисунок появляется, и, собственно, самый главный результат. Насколько вы довольны, как команда воспринимает ваши требования? И процесс адаптации уже завершился? Нет, я думаю, что сложно об этом говорить. Потому что мы собрались только в начале года. По большому счету, это новая команда. И в тренировках, и в играх мы пытаемся шлифовать те моменты, которые хотелось бы видеть и дальше. То есть это не отбиваться любыми способами, а именно создавать именно, чтобы это была командная игра, командные взаимодействия, чтобы это была осмысленная игра, а не, скажем, случайные какие-то моменты, которые возникают. Поэтому тренируемся, двигаемся дальше. И кажется, что эти требования, которые мы предъявляем, усваиваются. И, по крайней мере, хотелось бы, чтобы дальше мы совершенствовались, двигались вперед, и наша игра становилась лучше. В крайнем мере, для этого мы и работаем. У вас игра в кубке скоро. Соперник непростой. Ариас, насколько уже познакомились с командой, и что о ней можете сказать? Пока собираем информацию и готовимся к матчам чемпионата, потому что и здесь тоже непростые соперники. И Неман, и Энергетик, и футбольный клуб Минск. Нас это все ждет еще в первом круге. Поэтому пока про Ариас собираем информацию и будем анализировать все матчи, которые они будут контрольно проводить в председательной подготовке к своему чемпионату. Планируете ли усиляться к Европе? Планирую. Какие позиции хотели бы закрыть? Рассматриваем футболистов. Я думаю, в ближайшее время официальная информация появится, поэтому тут не хочется бежать впереди про Розову и все узнать.